Масличная гора Гефсиманский сад, вот слева от меня Кедронская долина, то есть место, с которого обозревается весь Иерусалим с его прошлым, настоящим и будущим, потому что именно сюда придет наш Спаситель. А две тысячи лет назад Иисус, продолжая свой путь по городам и весям, странствуя, проповедуя Евангелие от Иисуса, Евангелие от самого себя, приходит, согласно Евангелию от Луки 10 главы, в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. Это Вифания, которая находилась как раз по левую руку от того места, где я сейчас говорю, откуда я веду свой репортаж из Иерусалима. И в этом селе жила Марта и ее сестра Мария. Писание говорит, что Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра по имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Я более чем уверен, что человек, который спасен по вере и благодати, не может не проявлять свою веру в делах. В том числе и в гостеприимстве, которое Новый Завет выделяет как один из прекраснейших даров. Но ключевое слово здесь на самом деле не угощение, а большое угощение. Мы очень много внимания уделяем любви к людям, выражаемой в материальном достатке. Поэтому, когда к нам приходят домой люди, мы стараемся дать им что-то лучшее. Это абсолютно еврейская традиция, абсолютно понятная. Я думаю, что она известна для многих людей во всех странах мира. Однако мы никогда не должны забывать, что самое главное, что мы имеем, это наше общение. Это наше единение сердец. И иногда, очень часто, к сожалению, бывает такая ситуация, при которой за обилием яст и закусок не видно человека, для которого ты это сделал. О чем говорит Иисус? Иисус вовсе не отвергает Марфу. Он вовсе не говорит, что то, что она делает, никому не нужно. Но вместе с тем, Он говорит, что дела наши, да будут по вере нашей. Иисус не всегда, говорит Он, я не всегда буду с вами, но пока Он здесь, пока на земле, и, кстати, это касается и нас, до тех пор, пока мы имеем возможность слышать Слово Божие, никто и никогда, и ни при каких обстоятельствах не скажет нам, что мы не должны заботиться о ближнем, или что мы не должны быть гостеприимными, или что мы не должны подчивать и яствовать тех, которые приходят нам домой. Но первое, это выслушать, понять, ответить. И только потом, когда есть самое главное, в самом главном месте мы открываем наши сердца, и даем лучшее, что у нас есть. Случилось, что в одном месте он молился, продолжает Лука в 11 главе. И перестал. И один учеников его сказал, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Существует иллюзия, достаточно широко распространенная в христианском мире, как будто бы молитва – это то, что, как говорится, Бог на сердце положит. Как правило, это не Бог ложит на сердце, а голодный желудок, если хотите. Или мысли со вчерашнего дня, или эмоции, пережитые сегодняшнее утро. И нам очень трудно, как людям, отделить плотское от духовного. Поэтому мы приносим Господу молитвы, а когда Он на них не отвечает, мы удивляемся, почему, Господи, Ты не отвечаешь. Поэтому, когда ученики приходят к Иисусу, они говорят ему, Господи, научи нас молиться. Я убежден, что до сегодняшнего дня молиться надо учиться. Это не просто поток сознания, что вышло с сорта, то и обращается к Господу Богу. Конечно, Господь Бог сможет отделить сам, но наша проблема состоит в том, что Господь Бог учит нас, а мы не слушаем. И мы постоянно повторяем слова, в которых нет никакого смысла. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ученики приходят и говорят, Господи, научи нас молиться. На протяжении тысячелетий произошла другая крайность в еврейском народе, когда все молитвы практически кодифицированы, и они внесены в так называемый Сидур. Я думаю, что истина лежит где-то посредине. Ведь не случайно же Иисус повторяет молитвы, которые на сегодняшний день и еще во времена Его входили в Сидур или в молитвенники. Если кто-нибудь думает, что молитву, которую предлагает Иисус своим ученикам, он просто взял и выдумал на этом месте, это ошибка. Эта молитва существовала во времена Иисуса и была самой распространенной среди фарисеев, среди саддукеев, среди зелотов, среди исеев. И эта же молитва существует до сегодняшнего дня среди еврейского народа. И он сказал им, говорите, Отче наш, сущий на небесах. На иврите это звучит, авиносе башамаем. И точно так же в любой синагоге, во время любого служения, в любом еврейском доме начинается молитва. Иначе не могло быть. Иисус был и есть плоть от плоти еврей. Поэтому все его молитвы обязательно были еврейскими. Они не могли быть еврейскими. Они не могли быть не молитвами его народа, обращенные к его народу и переданные Господом Богом. Отец наш, сущий на небесах, авиносе башамаем, досвятится имя Твое. Иткадешем ха. Это вторая часть знаменитой еврейской молитвы Полу Каниш, которую читают все и всегда. За нами раскинулось кладбище, которому 3000 лет. И когда еврей отправляется в путь всей земли, читается молитва Кадыш. Это та самая молитва или ее часть, которую произносит Иисус, когда Он учит своих учеников. Да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши. Прости нам грехи наши. Слях эт хатаэйну. Это часть молитвы, которая есть в Кольни Дрей, и которая читается в день искупления, когда первосвященник входил в храм один раз в году. Все евреи во все времена били себя в грудь, стоя перед Господом Богом, и горестно, и искренне воскликали, «Господи, прости нас». Иисус знает эту молитву. В этом нет ни малейшего сомнения. И Он говорит, «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Иврит – язык Господа нашего. Интересно, что на иврите слово «искушение» и слово «испытание» – это одно и то же слово. Поэтому, когда Писание говорит, что Господь Бог никого не искушает, кто-то считает, что Господь Бог никого не испытывает. Не так. Испытание, которое мы преодолеваем, ко благу нам и остается испытанием. Испытание, которое мы не преодолеваем, вопреки воле Божией, и попуская своей плоти, есть искушение. Поэтому Писание говорит, «Не веди нас, по сути, в испытание». Мы люди, мы просим Господа Бога, Бог никого не искушает. Но, к сожалению, из-за нашей плоти искушением становится вот это самое испытание. «Избавь нас от лукавого». И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба». Заметьте, очень распространенный мотив в еврейских писаниях. Вы идете к другу в полночь, когда он спит со своими детьми, не для того, чтобы взять хлеба для себя, а к нюдь. Если к вам пришел друг, который голоден, то вы в полночь. Единственная причина – можете пойти к своему другу, попросить хлеба для него, но не для самого себя. «Дай мне взаймы, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною». Легко осуждать. Для еврея самое главное – семья. И я убежден, и Писание постоянно повторяет, тот, кто не имеет возможности или тот, кто не служит своим семьям, хуже неверного. Священник, который не служит своей семье и своим детям, не имеет права служить своей церкви. Священник, который оправдывает свое бездействие семье занятостью в церкви, в миссии, в организации – плохой священник или плохой служитель Господа Бога. Поэтому я прекрасно понимаю человека, которому стучат в полночь, и который, видимо, не очень богат, и у которого нет централизованного отопления, у которого нет кондиционеров. И что он делает? Он согрел своих детей своим теплом. И он говорит, я не могу оставить своих детей. Но ему попался настырный посетитель. Обратите внимание, что Писание говорит, если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе. Слово «дружба» на иврите – это поразительное слово. Это происходит от слова «хавер», «хавера», от слова «хибур», то есть связь. Связь, которая есть в проводах электрических, которые соединяются друг с другом. И по которым течет ток. Это не просто сосуществование друг с другом. Это не просто пребывание на одном отрезке времени друг с другом и рядом. Это соединение. Поэтому, когда вы к кому-нибудь приходите и просите для своего друга, вы по сути своей просите для самого себя. Ибо ваш друг связан с вами, он есть продолжение вас. И поскольку никто не желает другому ничего из того, что он не желает себе. И напротив, надо вожелать другому того, чего ты желаешь себе. В этом и проявляется истинная дружба. Когда ты просишь для друга, ты просишь для самого себя. И я скажу вам, говорит Иисус, он не встанет и не даст подружбе с ним, то под неотступность его, встав, даст ему сколько просит. Если он увидит и поймет в моих поступках, что тот, который ко мне пришел, на самом деле друг, и я сам пришел к другу. Я скажу вам, просите, не требуйте, просите, говорит Писание. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Но ищите прежде всего. Стучите, не ломайте двери, но стучите, говорит Писание. Это очень важные элементы, которые присутствуют абсолютно во всей еврейской творице. И вам отворят. Не вы, вы ломаете двери. И вам отворят. Ибо всякий просящий получает, а ищущий находит. И стучащемуся отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? А интересно, что гематрия, слов сыновья и камни, наяврите, одна и та же. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, а мы все злые, умеете деяния благие давать детям вашим. Даяние благие давать детям вашим. Тем более, Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него. Это уже серьезно. Даст Духа Святого, просящим у него. Всякий верующий, приходящий к Отцу, имеет Святого Духа. Потому что он просил о бескуплении, просил о прощении, постучал в эту дверь и ему открыли. Будьте благословенны. Будьте благословенны отсюда, с Маслечной горы, горы нашего Господа Иисуса, который он вернется на эту землю и благословит вас обильно. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok